Всем привет! Скульпт GL. Давайте попробуем сделать болванку кролика из Винни-Пуха. Как это всё дело делается, происходит. Открываем кисти, находим... Так, что у нас тут? Тянучку надо поставить. Так, теперь тянучкой немножко всё это дело вдавливаем. Вот таким вот образом. Ну, сзади немножко тоже подгибаем, спереди тоже можно вдавить, чтобы получилась вот такая вот заготовка, вот такая вот, со щеками. F английская, это вид спереди, вид сзади. Теперь T английская, вид сверху, вид снизу. И погнали лепить. Выбираем теперь надуть, уменьшаем кисточку и делаем через Альт глаза. Вот так вот, мягенько, не спеша. Вот пазы для глаз есть. Теперь давайте с помощью вот кисти, вот этой 3D кисть, уменьшим её, размер. И набросаем сюда вот эти вот заготовку морды. Так, интенсивность поменьше. На низкой интенсивности лучше работает. Шифтом всё это пока выгладим. Так, смотрим, что тут да как. Щёки немножко дооформим. Вот тут побольше поднакидаем. Шифтом всё выгладим. И попробуем теперь расплющить вот эту вот всю штуку. Придать ей нормальный божеский вид. Так, это многовато. Теперь вот так всё дооформляем. Придаём более-менее вид головы. Где-то здесь вот чуть-чуть помягче проходим. Что тут ещё у нас? Сзади голову потом подровняем. Ну, можно вот здесь вот её немножко вот так вот сплющить. Так, в топологии нужно поставить динамическое топологие. Чтобы сетка не ломалась. Так, что ещё можно сделать? Ну, теперь 3D кисть открываем. И нужно нам вот здесь вот так вот как бы брови накидать. Что-то вот так вот. Следом нужно набросать массу вот сюда вперёд. Именно вот эти вот у него мягкие части идут. И нос. Вот так. Ну и нижнюю губу вот так вот накидаем пока. Так, теперь что нужно сделать? Это уже тянучка. Тянучкой по симметрии вот это всё вытягиваем. Подаём вот так вот к верху. И сейчас всё это дело будем резать. Так, немного щёки уводим. Глаза немножко уводим. Веки подаём вперёд. Что тут ещё можно сделать? Чуть-чуть вплюснуть голову. Сзади вот так вот. Ну и набросать шею. Чтобы уже было видно, что мы делаем. Так, Ctrl-Z. Кисточку теперь побольше. Так, это дело тоже есть. Теперь поднимаем тянучкой вот эти щёки кверху. Дэнс. Вот так вот. Ну и прежде чем доделывать уже морду, давайте сделаем уши. Так, голову чуть-чуть пошире. Вот здесь вот ставим. Вот так как бы. Нарисуем уши. Вот тут где-то. И как он тут инвертируется? Тонкая. Так, это сила, размер, жёсткость, негатив, N, Alt. Толщина, фиксация, спрей. Инвертировать. О! Ctrl-Клик. Не работает. На английский переключимся. Тоже не АУ. Ну ладно, не суть вопроса. Теперь переключаемся на надуть. Надуваем вот эту часть. И тянучкой вот это всё дело вытягиваем кверху. Вот так. Придаём внешний вид ушам. Так. Ctrl-Z. Не проблема у меня. Так, прибавим кисточку. И вот так кверху теперь поднимем. Shift-Ом всё выгладим. И попробуем теперь расплющить. Ух ты! Снимаем маску. Ctrl-Левый клик. И попробуем сейчас это всё дело подправить. Так, теперь тянучкой нужно это всё дело дооформить. Здесь уши внизу у него тонкие. Вот так вот. И сзади тоже вот это вот будет лишнее. Так, теперь побольше кисточку. И уши уводим ещё подальше. Вот так вот. Заднюю часть черепа корректируем. Делаем плоской. Сейчас её тоже подправим. Ну и всё это дело с Shift-Ом. Так, ладно, это всё есть. Потом доработаем. Погнали делать морду. Вот в этом плане скульпт из Альфа 6. Чуть-чуть удобней. Так, накидываем нос. Нос у него большой. Прям кидаем, не боимся. Вот так вот. И нос теперь можно так расплющить. Интенсивность поменьше ещё, чтобы мягче это дело всё происходило. И вот так вот оформляем нос. Опять же, как и скульпт из Альфа 6, всё это дело делаем под углами. Вот так вот. В принципе, вот эту программу я вам рекомендую. Неплохая тоже. Так, снизу чуть-чуть глаза сразу зацепим. Так, смотрим, что у нас тут со щеками. Сейчас щёки подкорректируем. И морду нужно надрезать. Так, находим теперь тянучка-складка. Уменьшаем интенсивность. Shift-Колёсико. Всё это дело можно регулировать, поднимать. Надрезаем здесь вот так вот рот намечаем. И вот в чём ещё тут суть вопроса, что вот нижняя челюсть, тянучка вот это вот ставим, здесь вот поджимаем её, нижнюю челюсть чуть-чуть больше вниз, губы чуть-чуть вперёд. И вот этот нос чуть-чуть припадать. Вот так вот. Теперь опускаем вот эти щёки или долепливаем. Можно их так вот припустить, потом пролепить где-то shift-ом тоже. Так, вот эта часть здесь вот так уходит под углом. смотрим, что получится. Так, и вот эту часть вот так, наверное, побольше. И вот эту часть приподнимаем. шею ещё чуть-чуть потоньше. Вот в этом месте. Так, здесь у нас что выходит? в щёки надо немножко увести и немножко дальше припустить. Вот что-то в таком духе. Здесь чуть-чуть ещё можно подрегулировать. Ну, а теперь полностью лепим. Берём кисточку и вот здесь делаем вот эту вот складку. с заворотом как бы накидываем так вот. Вот так вот. Здесь делаем заднюю часть как скула, типа. Вот что-то в таком духе. Так, здесь с головой лучше поработать именно расплющить. потихоньку добавляем где-то что-то. Подрезаем, выравниваем. немножко корректируем уши. Угол щёк тоже корректируем вот эту часть. Делаем височную часть вот вот здесь вот ровную её делаем и вверх тоже подрезаем. Так, здесь вот ещё помягче. Вот так вот. и вот здесь верхнюю часть тоже пройдёмся поровнее сделать вот этот верх. Теперь что нужно сделать, так это докидывать и докидывать именно массу. Нарабатывать её. Так, и побольше вот эту нижнюю часть, она у неё такая массивная. Так, теперь как бы горло делаем мягкий переход. Ну, в принципе, здесь ещё можно немножко наметить. Так, и шифтом всё это дело сглаживаем и тянучкой придаём внешний вид. носа побольше, вот как бы так вот, и вперёд его чуть-чуть подаем так нижнюю челюстью вот так вот и чуть-чуть ее поменьше ну опять же кисточка отперли потолли и докидывать так можно даже вот кисть надуть поставить интенсивность поменьше саму кисточку тоже поменьше и полосу здесь проводим складку за носом вот так вот что-то получается теперь эту складку нужно немножко подкорректировать сделать ее помягче морду можно тоже чуть-чуть как бы повыше приподнять пошире и складку вот эти щеки можно немножко еще припустить теперь дорезаем складку дорезаем нос чтобы его виднее было дорезаем брови отделяем брови вот от этого вот от глаза сразу можно их вот так вот сделать или добавить уже в зебраж пока у делаем болванку заготовку как здесь шифтом где проблемные моменты выглаживаем опять же дорезаем смотрим что тут да как получилось нос вверху вот эту часть тянучкой она должна быть ровная а это часть вот так а это часть на острие уходит как бы ну такая штука у него так уж и немножко еще увидим пошире их еще сделаем а вот здесь они еще у него тоньше вот как теперь до оформим расплющить вот этот вот заднюю часть вот так вот чтобы здесь все было ровненько так вот как то здесь мы душами пройдем и височную часть давайте побольше отобьем вот эту вот так вот и вот эту часть так вот эту часть немножко сделаем плавнее поплавнее так сказать вот так вот ну и нижнюю часть вот эти вот складки они нам не нужны они должны быть тоже гладкие можно шифтом где-то поплавнее по прибрать вот эти лишние части от челюсти тоже можно закруглить и уйти на челюсть вот это вот задняя часть вот она вот это она должна быть пухлая и гладкая такая как бы круглая вот так так нос немножко под углом тоже до оформим вот так здесь вот как бы складку тоже дадим ну и что у нас тут получается теперь нужно нижнюю челюсть чуть-чуть снизу так вот сделать ровной и как бы горло до оформить вот эту часть нижнюю часть тоже так выровняем чтобы прикольнее было так шея толстоватая надо ее еще наверно или тянучкой вот этой или расплющить вот эту кисточку берем и вот эту часть горла нужно подтянуть еще так где тут тянучка чуть-чуть ее побольше вот так она здесь происходит так это вот так вот вот эту часть тоже поменьше вот так вот у морды должен быть угол вот сюда вот к сторону сторону шеи так что еще ну задняя часть уже нормальная вот так смотрим теперь сверху вот эти части можно еще прям сюда вот повыводить а заднюю часть вот эту именно надуть так вот так надуваем чтобы она как бы от головы подальше была вот эта голова должна быть здесь уже часть ушей они должны как бы создавать округлость такую сейчас мы ее сделаем кисточку и вот здесь вот накидываем немножко массы вот так и шифтом все это дело выглаживаем так вот что-то в таком духе теперь все делаем мягенько уже можно все так по загладить шею подгладить и пробуем теперь резать складку вот так намечаем нос намечаем губу так нижнюю челюсть выглаживаем так вот эти складки тоже не должны тут быть мы их уберем именно расплющить этот вот тут так и тянучкой вот это дело все еще ниже припускаем а здесь нужно ее вот так вот под углом сделать так как бы срез опять же складка резко намечаем глаза вот эти части шифтом переносицу сглаживаем смотрим что да как и тянучкой вот эту часть чуть-чуть еще вдавливаем а вот эти вот брови подаем как бы вперед так и вверх так как все под подкорректировано более-менее давайте теперь расплющить вот эти брови чуть-чуть сделаем под углом вот так и вот эту часть вот эту тоже смягчим так смотрим что у нас сеткой и давайте сетку топологии подправим именно ремешером вот этим ремеш нажимаем ждем все сетка исправлена на теле легкая и все таким вот образом можно дальше корректировать W Warframe включает и так вот получается вот такая болванка кролика здесь вот где-то еще сзади можно щеки дальше оттащить давайте тянучку еще подкорректируем и все так тянучка размер побольше и вот так как бы щеки кверху еще а здесь чуть-чуть они уходят не круглые а вот вот так как бы скошенные вот и шифтом все теперь вставляем глаза дорезаем вот эти уши дорабатываем ну вот такая вот ну вот такая болванка все всем пока до свидания